Друзья, ну кто угадал модель? И сам пал. Железная решетка, представьте, железный бандель. Стеклянные фары. Это просто не автомобиль, а разведение искусства. 12-дюймовые колеса. Я такие только на тачку видел, которые песок возит. Вот такой вот прекрасный автомобиль я перевожу в этот раз. Кстати, первый раз никогда в жизни до этого я его не возил. Небольшой багажничек. Смотрите, как джип прям такой, а? Как на пикап-траке, можно сидеть на лавочке. Представьте, как практично делали, да? Сел себе и сидишь, отдыхаешь. Почему нет? Запасные амортизаторы. Кое-какие запчасти передал. Бывший хозяин этой машины. На такой машинке где-нибудь кататься в Греции, по островам. Просто мимоверно. Бензобак на ключе. Какие-то, не знаешь, что такое, наверное, окна открываются как-то. Большая такая тяжелая дверь пассажирская, кстати. Это Nissan Power, ребят. Эта машина строилась только для Японии. Их очень немного в Штатах. Ну и вообще по миру, наверное, уже осталось, я думаю. Съемная крыша, как на Fiat 500 в Греции. Кто смотрел ролик, мы ездили. Все железное. Все идеально работает. Даже маркировочка ПАО. Produced by Pike Factory. Panasonic магнитола, которая, я думаю, что даже вытаскивается. Две талонки сзади. Не работает радио, не знаю почему, ребят. Тут даже кондиционер есть, я не могу поверить. Кондиционер. Ну, хотя, 89-й год, вы знаете, наверное, должен уже быть. Кондиционер, прикуриватель. Две педали. Так как это машина на автомате. И написано, в основном, все по-японски. Такой настоящий ручничок. Окошки, которые должны, по идее, открываться, но не буду насиловать. Что-то оно застряло немножко. Такие маленькие вайзеры. Ребята, не знаю, тоже по-японски все написано. Настоящий японский аппарат Nissan Pao. Еще цвет у него обалденный, такой пляжный. Девчонский, знаете. Видите, тут зеркала на таких кронштейнах стоит мощь. Пластик, ну, класс. Это железный козырек. Интересно, как эта крыша открывается. Я пробовать не буду, но я вижу, что это софт-руф, которую можно открывать. Моторчик бы интересно посмотреть. Раз уж пошла такая жара, может быть, здесь где-то открывается капот еще. Так, чтобы, конечно, ничего не поломать в этой крохе. А, смотрите, ничего себе. Крыша электронная. Я не могу поверить. Вон, кнопочка. Обалдеть. Вот это крутяк. Ничего себе. Вот это классно. Ниссанчик ПАО. Смотрите, какая манюня прикольная, да? Раз. Все это электронно закрывается прямо отсюда. Обалдеть. И все работает. Ну, чтобы вы понимали, ребят, это 1989 год. Она, конечно, не новая, но и не сильно старая. Это машинка. Оригинальные фары. Желтенькие, красненькие, беленькие. Все отдельно меняется. А не целиком. Было сделано очень мудро. Инженерами. Я бы покатался на таком автомобиле, я же говорю, где-нибудь таким, по курортным местам. Ниссан ПАО. Грасти. 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 Ребята, смотрите какой CLS И как он паршиво покрашен Просто с баллончика задули Как был весь со значками Просто, вы знаете, как Поверху пустили По-быстрому так сделали Не с забафом, не чётко Лишь бы фотографию сделать, знаете, и продать его На аукционе Всё вырвато, всё, короче, дырка в крыше Чтобы вы понимали Вот это аукцион Чёрные диски Такой цвет, на фоточках выглядит идеально А покупайте, приезжайте Вот такой вот Говнище Просто кисточкой покрашен Ужас, ужас Что творится На аукционах Даже на Манхайне Не только на Копорке Вот так вот мои тундры стали Тундряки Рем Загнал немножечко Пониже Дальше два пикапа у меня идут вниз Так, а на рестарте мы делаем уборку Выкидываю Все коврики Копхолдеры съёмные Чистим, моем Драем Вон, коврик уже валяется Резина Нужно будет Вымыть его тщательно Види под ковриком, что у меня Я думаю, обычная Фишка Суббота Понимаете Люди вообще работать не хотят И такое Но Сделать надо Зря, что время не терять Потом Сделаю, значит Замену масла И всё остальное Так, делаем пием Ребята, уже поменяли Маслечко Мобилл Долвак 1 Свежего налили Смотрите, как камень сработает Страшно Фильтрики новые Так, друзья Поменял масло Приварили Левел Капитально сняли Его с этого С брекета И приварили мне Его назад Сейчас Закручиваем Видите? Отлично Всё, я уже автоматически Регулирую Всё хорошо Прошёл Инспекшн На трейлер Как раз Отлично Сейчас Отдираю Старый Старую наклеечку Леплю новую Так Всё было у нас В порядке Всё проверили Всё хорошо И это радует Carolina Transportation Умер трака Когда пришёл Всё как надо Вот На траку У меня уже есть Ифточка Новая Тоже наклеена Так что Как говорится Готов На будущий год Работать Друзья Нужно будет Нужно будет Её сделать И ехать дальше Сейчас проверим С вами Маслечко Вчера Заменил Масло Уровень Максимальный Но видите Оно всё равно Остаётся Такое Оно гораздо Седлее Остаётся Всё равно Тёмное Из-за того Что Не до конца Видно Сливают Они Масло Поменял Все фильтра Которые Нужны Вот Уровень Тифрица Нормальный Посмотрели Чтоб не было Нигде Никаких Подтёков Вроде бы Всё окей Но Эти ребята Которые делают Смотрите Они тут Подзасрали Мне немножко Раму Нужно будет Всё это дело Помыть Фильтра Где видите Неаккуратно Всё это делает Конечно Уделяюсь Стихтейщиков Но Уже Есть Как есть Масло Нужно было Менять Поэтому Я его Поменял Уже Буду Мыть Потом Ну что Друзья Мои Стоим Мы до сих Пор На границе Штата Алабама И Флориды На рестарте У нас уже Три часа дня Я решил Пойти прогуляться Всё-таки Сидеть на одном месте Это нехорошо Думаю Пройтись куда-нибудь Пару километров И посмотреть Окрестности Вот так вот Я запаркован На платном месте Здесь в принципе Можно быть запаркован До вечера Видите Куча свободных мест Но вечером Отсюда выгоняют И как вчера Мне приходится Перепарковываться Но это не страшно Мест здесь хватает Так что Всё окей Как видите У меня ещё до сих пор Полный прицеп Но с завтрашнего дня Он должен быстренько Опустить Потому что у меня Сбрасывается Всё по две машины В основном Вот эти две Вот эти две И эти по одной Наблюдаем Наблюдаем Что с нашими подушечками Всё в порядке Отлично накачаны Как нужно Потому что Всё поремонтировали Вовремя Ремонт не обошёлся Замена масла Приварили мне Левел Что ещё Я сделал А Прошёл Годовую инспекцию На трейлере Потому что На траке Я её прошёл Дома Никаких Поломок Не обнаружено Но он сразу сказал Что нужно будет Сделать левел Они его сразу Приварили А потом Прошёл инспекцию Вот Три вещи За три вещи Я заплатил Значит инспекция Замена масла Ну и смазка Понятно Там полностью Есть сервис Трака трейлера Проверили Даже колёса Воздух Я сам проверяю Но проверили Всё ок Значит И приварили Эту штуку И всё Это обошлось Мне 576 долларов С копейками Что в принципе Недорого Вон этот сервис Тейка Прямо по курсу Очень удобно Но они Эти ребята Временами косячат В том плане Что Ну Недоделки всякие Там и всё такое Многие жалуются Ну Например Сколько я ремонтируюсь Не было у меня Ни одной проблемы Ребята Всё нормально Делали Здесь какие-то У меня вопросы Я заезжаю на любую Такую же станцию В любом штате Америки Показываю им чек Что я заплатил Что мне делали Если что-то не так Они моментально Исправляют Вот это очень удобно Что такая вот сеть В штатах присутствует Смотрите Под чём здесь Резинка новая Ребята Вот это новые Мишелинки Стоят они у нас 6 тысяч 42 доллара Колёс На трак Задние колёса Ну и тут есть разные Ещё якахама Вон у меня такая Якахама стояла На моей Вольвухе Которую я продал Белая старая Стир Тайрс Или трейлер Тайрс Всё это дело Не знаю Доллара по 400 Наверное Мишелин Самые дорогие С бриджстонами Куча-куча Новой резинки Да Вот Мишелин На трейлер Тоже думаю Стоит Немало денег Ну вот Как вы видели Вот такая цена На резинку 6 тысяч Долларов Нужно Отбухать Чтобы Обновить Резинку Себе На траке Напишите В комментариях Сколько Это дело Стоит В СНГ Мне аж Интересно Стал Есть Бэушные колеса Ребята По 100 долларов Но как видите С них уже Осталось Но я не знаю Вообще Ничего 100 баксов Цена На прицеп И всё такое Тоже 100 баксов Я не знаю Резина старая Ужасная Стоточка Какие машинки Используют Трекстад Петро Те и сервис На выезде Если вы сломались Уезжает за вами Вот такой вот Грузовичок Все нужные Инструменты У него уже Внутри Присутствуют И вас Чинят Прямо На дороге Классная Аппаратура Новые Форды F550 Классная 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 На пассажирском сидении Собачка Компания Roadrunner Воскресенье Ребята День спокойный Все отдыхают Никто Практически Не работает Но я уверен Что там Дороги Полно Грузовиков Что-то Не делают В принципе На Таркстапе Тоже много людей Как вы видите Тут В принципе Ходить далеко Некуда Такая Деревня Знаете Неподалеку От Мобил Алабама Ближайшие Там набережье Центр города Где-то в получасах От Судова Город Называется Грэнд Бэй Алабама Я думаю Что вам Ничего не видно Будет там Спереди Башни На ней Написано Звание Города Вот Куда я Направляюсь Значит Просто Чтобы пройтись Намотать Километраж Как говорится Оздоровиться Смотрите Байкер С музыкой Все такие По воскресеньям В основном Это традиция Погулять Чтобы не сидеть В кабине Спокойненько Уже что-то шипит На чулочка Landstar Освежится Потому что в траке Реально давит А ну вот я Посидел ролик Помонтировал И так что-то аж Не знаю Спальшь не ляжешь Днем Нужно что-то делать А делать нечего Поэтому пойдем гулять Кстати На этой заправке Солярка у нас По 2.99 По 3 доллара Кеш Кредит 306 В принципе Такая еще Неплохая Да ребят Тут реально Делать нечего Я прошелся Туда Обратно Тут такая Глухая деревня Конечно Никаких Достопримечательностей Кроме вот этих Вот нескольких Заправок Нет Надо ехать В город Мобил Там будет Поинтереснее Но ехать нам Не на чем Поэтому Останавливаемся На трекстопе До завтра Кстати Трекстопчик Этот Нормальный Здесь Есть и Донкин Донатс Кофе И Маркет И курочку Продают Жареную С голоду Не помрешь Просто Все это Мы уже За два дня Перепробовали И Хочется Чего-то Новенького Паркуются Еще Лендстары Вот видите Кемперы Даже Запаркованные На наши места Траковские Хотя могли бы В другом месте Где-то стать Они вроде Не такие Длинные Хотя Вот так Есть чуть В общем Еще Два часа Я думаю Три И трекстоп Будет уже Полный Под вечер На улице Стоит Такая Достаточно Жаркая Погода Вам скажу Вкирался 27 На лобами Ходить Не совсем Комфортно Но нужно Иначе Еще больше Расмолстый С этим Драком О Ничего себе Друзья Что я заметил В конце Парковочки Тут целый Парк Кемперов Я так Полагаю Что это Даже Дилер Здесь Торгуют Кемперы Интересно Интересно Сейчас мы Прямо Трекстопа И зайдем Ага Точно Вам видите Цена Даже указана Цена 27 тысяч За Вот Такой Вот Кемпер Очень Дорого Мне кажется За Кемпер Который Цепляется За Пикап Трак Коробка Ничего себе Да Тут Целый Двор Прикольно Мне вот Такой Вот Нравится Если Уже Говорить Об Кемпер Вот Это Вариант Супер Все В одном Не надо Ничем Тянуть Хотя С одной Стороны Тоже Удобно Притянул Поставил На машине Можешь Кататься Не хочешь Да Вот Это у нас 2018 Вегас Называется Кемпер Интересно Открыты Они Закрыты Можно У них Полазить Да Они Закрыты Ну Да Ладно Да Это Полноценный Мобил Хонд Даже Кемпер Серьезно Такой Аппарат Он Даже На номерах Ничего себе На Флоридских Может Он Кто-то Живет И Я Туда Ломлюсь Вряд ли Я думаю Что Просто Они Зарегистрированы Их Кто-то Сдал В Трейдин Купил Что-то Здесь Себе Новое Смотрите Как Они Популярны На Югах Эти Дома На Колесах Есть На Них Спрос Большой Люди Их Покупают Удивительно Богатые Люди Здесь Я Так Полагаю Что У них Есть Время И Деньги На Так Отдых Смотрите Как он Раздвигается Wildcat Шикарно Кухня Лечу Открытый Вау Ребята Сейчас Посмотрим Если там Никто Не живет Конечно Мы Сейчас С вами Поглядим Как Выглядит Мобил Хоум Изнутри Ничего Себе Это Друзья Полноценная Хата Это Просто Реально Тут Все Происходит Как бы На Кухне Кухня Зал Все Дело Примерно Все Вместе Вот Зал Скажем С диванчиком С таким Кожаным Сел Так Себе И Отдыхаешь Тут Же У вас Кухня Мне Кажется Этой Кухне Достаточно Для Всего Что Вы Будете Готовить В Этой Машине Ничего Се Очень Крепкая Такая Это Никогда В жизни Сама Не Вылетит От Вибрация А Вот Это Косячок Какие Материалы Используют Тут У нас Мультимедийный Центр И даже Камин Электрический Есть Ребят Такой Мультимедийный Центр Фурион Слушайте Ну Классно Что сказать Потому что Материал Из Которого Оно Делается Все Такое Дешевое Одноразовое Ните Даже Прогнулась Уже Настолько Тырса Такая Знаете С Отработ Делают Но Задумка Классная Такие Как Обои Лишит Такое Знаете Отделка Такая Интересная Жалюзи Все Красивенько Продумано Сделано Жалюзи Просто Вот Так Раз Все Окошко Закрыто Два Кресла Резиновых Или Кожих Не знаю Что Такое Дешевое Давно Не заходил Такие Дома На Колесах Давайте Пройдем В спальню И Сначала Посмотрим Душ Такой Вот Душ Полноценный Так же Сместо Для Полотенец Небольшой Умывальник Все Электрические Прибамбас Зеркало Пожалуйста Ну Красивый Такой Душ Не Ванная Но Достаточно Сверху Еще Свет Все Ну Что С утра Зашел Помыться Достаточно Вот Она Как Говорится Святая Святых Спальня Она Тоже Выдвигается Я думаю Туда В ту сторону И Становится Больше В спальне Имеем Вот Такой Подоконник Окошко Ну и Поговорить Сразу Это работает Как Комод Для Ваших Вещей Тут Шифонер Чтобы Повесить Больше Вещей Пожалуйста Все Правда Такое Одноразовое Но Машина А не Дом Настой Дальше Мы Имеем Отдвижной Шифонер Сюда Еще Куча Помещаются Вещей Разных Конечно же Зеркало Замочком Чтобы двери Не бегать Когда едешь Матрасик Такое По обеим Сторонам Есть Окошечки Жалюзями Маленькие Ну Места Для Разных Прибамбаса Тоже Сверху Кондиционеры Отопление Так вот Реализовано Интересная Интересная Техника Многие Любят Дела Кухонка Ребят Что тут На кухне На кухне Все нормально Есть все Что надо Для Проживания И даже Слишком Мне кажется Отличный Холодильник HR Не могу Сказать Что он Отличный Конечно Но Холодильник Есть такой Не очень Популярный Бренд Я даже Ставил В трак Себе Такой Холодильник Они Ну как Больше Делают Для Движущего Транспорта Небольшая Трехкомфортная Плиточка Так вот Газовая Причем Тоже Фурион Фирма Духовка Пожарить Пицца Что она Подобит Прибомбас Всякие Для микровой Малой Печи Тумбочки Все очень хорошо Плотно Закрывается Мне нравится Тут Иначе Не так Иначе Тут все Будет Болтаться Громадная Микровейка Здесь Можно и готовить В этой Микровейке Мне кажется Опции Есть Для Пицца Картошка Мясо Подогреть Попкорн Напитки Овощи Сыр Мороженое Масло Такое Хороший Такой Умывальник Конечно Ждут С такой Штучкой Чтобы Посуду Закрытый Вот так Открываешь И здесь Все нормально Прикольно Вот такой Вот дом Друзья Как вам Нравится Такое дело Напишите В комментариях Если вам нравятся Обзоры Домов Будем делать Искать И делать Это Прямо Случайно Такой От Ничего Делать Ходил Ходил Как говорится И нашел Ступенечки Все Закрываем Дверку Я думаю Что мобильных Домов На сегодня Хватит Посмотрим Тут Видите Какие-то Еще Сторожи Открывается Все это Дело У нас получится Сейчас откроем Посмотрим Что это Такое О вау Ничего Себя Себя Сюда Можно Много Чего Поставить И положить Кабель Телевидения Что это Можно Подсоединить Разветочки Себя Классно Газовый Газовый баллон Небольшой Удобно Такая палатка Знаете Все подсоединения Все дела Цепляется За пятое колесо Как у меня На треке Вот такой Вот А эти Штуки Уже Выдвинутые Окей Все Значит Он уже Процеп Назовется Wildcat Такой Wildcat Класс Это тоже Кухонка Выдвинутая Зал Вернее Потому что На кнопке Все выдвигается Если вы хотите Позагорать Где-нибудь Запаркуйтесь На пляже То Есть Пожалуйста Лестница Поднимайтесь По ней Вверх И Загорайте На крыше Как вам Нравится Так что Такие дела Ребята Немножко Погуляли Идем Назад Далеко Здесь Не уйдешь В этой территории В этой деревне Идем Монтировать Ролик Очередной Все Друзья Выезжаем На Флориду Из Алабамы Наконец Так Сегодня У нас Понедельник И рабочая Неделя Наступила Окей Картер Мне уже Подсказывает Куда Поворачивать Мы Выезжаем С Яички Наступила 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 какой тут воздух ребята на флориде так все пахнет зеленью как я обожаю флоридов это просто идеальное место так ладно снимаем гранду летус что ребята развязал пришло время снимать тендер очки не санчике уже скатил он стоит у нас а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем с братской тундры. Вон первая, это вторая. Помогаю чуть-чуть клиенту, а то самому бегать тоже долго придется. Машинка стоит на обочине. Смотрите, какие красивые здесь апартаменты. Такие, знаете, жилые комплексы, очень приятные. Фонтанчики все дела. Вот за что это для Флориды. Она не как-то себе Америка, знаете, такая квадратная. С прямыми углами. Тут есть какая-то еще такая атмосфера испанская. Мне нравится. Апартаменты классные. Заезжаем, заезжаем. На Деливери. Какая лампа, смотрите, красивая. Все, поехала маленькая машинка. Класс, мужик доволен. Жена тоже будет довольна. Говорит, она ничего не знает про это. Сейчас он ей будет делать сюрприз. Или завтра утром сказал. Поставит гараж, натрет. И подарит ей. Так что, ребята, учитесь у испанцев, как делать подарки. Тачку подарил и все. Класс.